Добрый день! 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 То есть если я сейчас напишу формулу ячейку B1 умножу на единицу, вот я прибавлю 0, по сути на значение ячейки это никак не повлияет, плюс 0 и нужно 1, изменений никакого не будет. А вот формат ячейки поменяется, и если теперь эти две ячейки опять друг к другу приравняю, то у нас будет истина. Опять это полное совпадение. У нас немножко может смутить выравнивание, тут смещение на правой трой ячейки, тут на левой трой ячейки, но это уже не суть, важно, это вообще можно отрегулировать, выравнивать, как угодно разместить данные, хоть на левой, хоть на правой трой. Но главное то, что истина при сравнении, это стопроцентное совпадение. И третье решение, которым очень мало кто знает, но это уже такое, скажем, решение из высшей математики, есть такое понятие, как бинарное отрицание. Бинарное отрицание, это когда мы в формуле после знака равенства ставим два минуса, бинарное и два, да, бинарное отрицание, два минуса. Два минуса, ссылка на ячейку B1, получаем опять цифру 5, интересно, она будет совпадать с нашим эталонным значением. Беру ячейку A4, приравняю к B4, и опять это истина, основа, это стопроцентное совпадение. Так что вот три способа решения этой проблемы. Бинарное отрицание, арифметическое действие, умноженное на 1 или плюс 0, и функция значения. Такая же проблема часто возникает с датами. Причем это более популярный случай, даже бывает, что в рамках одного файла даты записаны в числовом формате, и в другом случае даты в текстовом формате. Ну, может, при вносе данных формат у ячейки был изменен кем-то, а может быть и нами, и, соответственно, данные попали не в том виде. Вот опять же, если я сейчас две эти ячейки приравняю друг к другу, то мы получим ложь. А, мы даже не ложь получили. Так, формат ячейки на общий сменим. Вот мы получим ложь, да. Эти ячейки не совпадают. Но, опять же, проблема в том, что вот эта дата у нас в числовом формате, ну, соответственно, формат дата, как положено, а эта дата в формате текста. Но здесь те же самые будут три варианта решения, только единственное, что касается функции, не значен, надо использовать функцию, а дата знач. Для дат существует отдельная функция, называется дата знач. Дата знач, указываем дату в текстовом формате, в нашем случае ячейка B7. Вот, и получаем что-то непонятное. Указали ячейку с датой, а на выходе 42 591. Это порядковый номер даты начинает с 1 января 1900 года. Именно с этой даты идет отсчет времени о мой в мире Excel. Ну, надо здесь уже формат сменить на дата, чтобы визуально видеть, что эта дата действительно. И теперь, приравняя их друг к другу, получим истину. Да, это стопроцентное совпадение. Ну, а те же два способа решения, как и с числами применить арифметическое действие, плюс 0 или умножить на единицу. Плюс 0 сделаем. Ну, опять же, надо формат на дата сменить. И при сравнении двух ячеек мы получаем истину. Ну, или применить бинарное отрицание. Два минуса, ссылка на ячейку B7, смена формата на дата. И при сравнении получаем опять эту истину. Два абсолютно одинаковых значения. Так что вот такое решение этой насущной, часто встречающейся проблемы. Ну, а теперь поговорим о непосредственно функциях. Логические функции, встроенных в Excel, в оплатке формулы, есть прям отдельная библиотека, так и называются логические функции. И сейчас речь пойдет о функциях и, и функциях или. Часто встречаются эти функции при решении задач. Что касается функции и. Эта функция работает следующим образом. Функция проверяет выполнение всех заданных условий. Всех заданных. И если все условия выполняются, функция возвращает истину. А истина, как мы уже знаем, что это значит правда. Это стопроцентное совпадение. Или выполнение всех условий. А если хотя бы одно условие не выполняется, хотя бы одно, то функция возвращает ложь. То есть один промах, одна неточность, и все, на выходе будет ложь. Ну вот, сейчас мне нужно проверить вот эти три условия. Давайте посмотрим, все ли из них условия верны. Ну, пять больше трех. Как мы помним из математики, это правда. Четыре меньше семи, это тоже правда. А вот три, но никак не равняется шести. В данном случае это условие у нас будет являться ложью. Ну вот, открываю логические функции. Функцию им. И начинаю задавать эти условия в каждом аргументе функции в отдельности. Пять больше трех. Значит, ячейка Е2 с помощью знака больше будет сравниваться с ячейкой G2. Ну, как видим, их следом сразу выдает истина. Пять больше трех, это правда. Второе условие. Четыре меньше семи. Ячейка Е3 меньше ячейки G3. Тоже истина, тоже правда. И третье условие задаем. Е4 равняется G4. И вот здесь мы получаем как раз ложь. И если хотя бы одно условие не выполняется, то общий ответ у нас получается ложь. А вот если, например, сейчас вместо знака равенства поставлю другой знак, знак меньше, 3 меньше 6. Да, это истина. Если все условия выполняются, то общий ответ на выходе истины. Ну, в нашем случае все-таки получается ложь. Одно из утверждений неверно. Вот он, общий ответ. Ложь. Так работает функция И. А функция ИЛИ немножко иначе себя ведет. Функция ИЛИ проверяет выполнение хотя бы одного условия из перечисленных. Если хотя бы одно условие выполняется, функция возвращает истину. Если все условия не выполняются, то возвращает ложь. Ну, вот у нас из трех ниже заданных условий есть хотя бы одно условие, выполняющееся, являющееся истиной. Ну, 5 больше 3 это истина. 4 меньше 7 это тоже истина. То есть вот этих двух условий уже будет достаточно. Даже одного из двух будет достаточно, чтобы у нас ответ был на выходе истина. Ну, а сейчас применим логическую функцию, функцию ИЛИ и зададим те же самые условия. 5 больше 3, E8 больше G8, да, это истина. 4 меньше 7, E9 меньше G9, тоже истина. И третье условие, 3 равно 6, E10 равняется G10. Ну, это, естественно, ложь, но функции это уже все равно. Если есть хоть одна истина среди условий, то общий ответ будет являться истина. Вот. Что мы видим в ячейке. Ну, что вот такая логика заложена в эти функции. Ну, если вспомнить, мы с вами одноименные союзы часто используем при прямой речи. Союз И, союз ИЛИ, когда употребляем. И когда хотим связать каких-то два, там, большее количество условий, утверждений и показать, что они должны выполняться. Ну, а союз ИЛИ используем, когда хотим показать, что хотя бы одно из перечисленных может выполниться. И этого будет уже достаточно. Вот такая логика. Посмотрим применение рассмотренных функций на конкретном примере. Дальше у меня диаграмма Ганда. Ну, задачка следующая. Перед нами есть график проекта рекламной кампании. Как видим, вся кампания состоит из нескольких этапов, и на каждый выделяется N-ное число дней. Необходимо визуализировать продолжительность каждого этапа и показать, а не пересекаются ли они между собой, или идут друг за другом по порядку, или, может быть, есть выходные дни, запасные дни между этапами. Ну, вот за такую визуализацию как раз отвечает диаграмма Ганда. Вот мы ее видим в этом примере, диаграмма Ганда. Ну что, достаточно, наверное, пару секунд посмотреть и понять, что у нас этапы идут друг за другом, пересечения никаких нет, и даже есть выходные и запасные дни между этапами. Ну, наверняка с такой диаграммой приходилось, столкнуться в реальной жизни. Может кто-то занимается построением графика отпусков, графика дежурств, если речь о каком-то посменном режиме работы идет, речь. В строительстве такие графики практикуются, да, и в многих других областях. Вот интересно, как-то этот график нарисовали здесь, в этом примере. Ну, нарисован он самым простым, я бы сказал, примитивным способом – это ручная заливка ячеек. То есть пользователь смотрел на то, когда этап начинается, когда заканчивается, и соответствующие ячейки он выделял цветом. Есть какие-нибудь минусы у такого способа построения? Ну, конечно. Да, когда у нас этапов не 5, не 10, а там десятки или сотки, у нас получается огромная простыня, и мы вручную будем каждую ячейку заливать, это большие временные затраты, что очень плохо для нас. А отсюда же вытекает еще и другой минус – это человеческий фактор. Мы можем посмотреть на одни даты, покрасить другие даты, и в итоге придем к неправильному решению. А кто-то вообще потом из-за нас делает неправильные выводы. Ну, и, наверное, самый большой минус, включая это в том, что наш график никак не связан с датами. Если мы полдня такую диаграмму рисовали, а потом приходит начальство и говорит, все даты поменялись, то чем заниматься после обеда мы уже в курсе? Все по-новой рисовать, ну, и, соответственно, опять время на это тратить. Ну, попробуем во второй таблице автоматизировать этот процесс и нарисуем диаграмму Ганта с помощью условного форматирования. Есть такой инструмент – условное форматирование, который оформляет ячейки на основе условий или формул, заданных пользователям. Вот что я делаю. Я для начала выделяю все пустые ячейки во второй таблице, но среди этих пустых будет построена диаграмма Ганта. И во вкладке «Главное» есть инструмент – условное форматирование. Далее мне нужно выбрать команду «Создать правила» и использовать формулу для определения форматируемых ячейок. То есть я буду писать формулу, согласно которой будет строиться диаграмма. Вот какую формулу писать можно сейчас подумать. Вот возьму я, для примера, этап разработки рекламной концепции. Он у нас с 9 по 12 января включительно. Есть у нас в таблице временная шкала. Да, то есть 1 по 31 января. Ну, давайте, для примера, возьмем 10 января. 10 января попадает в промежуток с 9 по 12? Да, попадает. То есть ячейка на пересечении должна заливаться цветом. А как можно математически проверить и доказать то, что 10 находится между 9 и 12? Ну, логика здесь простая. 10 января больше 9, 10 больше 9. Да, это правда. И 10 января меньше 12, 10 меньше 12. Да, это правда. Вот если среди двух условий у нас оба условия выполняются, тогда появляется заливка на пересечении этапа и проверяемой даты в таблице. А среди двух условий оба должны выполняться или выполнение одного из двух тоже гарантирует нам наличие заливки? Ну, можно подумать. Возьму я теперь, для примера, 20 января. 20 больше 9? Да, это правда. 20 меньше 12? Нет, это неправда. 20 больше 12 января. И, соответственно, условия вторые не выполняются. Ну, и, как следствие, никакой заливки не будет. Ну, оно и понятно. 20 не находится между 9 и 12. Значит, нам необходимо, чтобы оба условия сразу выполнялись, а не одно из двух перечисленных. Ну, значит, о какой функции идет речь в данном примере? О функции и или о функции или? Нет, два условия должны выполняться сразу, совокупно. Или у нас будет проверять выполнение хотя бы одного условия из перечисленных. Значит, и. Да, нам нужна функция и, чтобы проверить выполнение двух условий. И только при их совместном выполнении будет заливаться ячейка цены. Так что, пишу я формулу, использую функцию и. Значит, равно и открываю скобку. Теперь я проверю такое условие. Дата из временной шкалы больше даты начала, да или нет. Ну, беру я первую дату из временной шкалы, это 1 января, ячейка, получается, D13. И думаю, сейчас я проверяю 1 января, это D13. Дальше буду проверять 2 января, это E13. Дальше 3 января, F13. И так далее. У меня указана ссылка на ячейку абсолютная. То есть, Excel привязывается к ячейке D13 и смотрит только на 1 января. Остальные ячейки проверять не собирается. Чтобы его заставить это сделать, надо в адресе ячейки зафиксировать строку. Поэтому, нажав на F4, я меняю тип ссылки с абсолютной на смешанную. И делаю D$13. D$13 – это фиксированная строка. Столбинский будет меняться. Дальше ставлю знак сравнения – больше. А вот, кстати, больше или больше, либо равно писать. Нам надо проверять даты со включением крайних значений или без. Наверное, со включением. Если написано этап с первого по второе, то, наверное, с первого по второе включительно. Поэтому ставлю больше, либо равно. И указываю дату начала. Дата начала первого этапа – это B14. Дальше опять думаем. B14 – это дата начала одного этапа. Дата следующего этапа – дата начала B15. Далее B16, B17. Здесь у нас у всех ячеек общий столбец B. Значит, его надо зафиксировать, а строка должна быть свободной. Опять нажав на F4, но уже два раза, я делаю фиксацию столбца. Смешанная ссылка с фиксацией столбца. Доллар B14. Это значит, что Excel будет проверять все последующие даты из столбца B. Дальше M. запятошки. Перейти ко второму аргументу функции. И второе условие у нас звучит так. Дата из временной шкалы должна быть меньше, либо равна дате окончания. Дата из временной шкалы – это у нас 1 января, D13. Опять же, фиксируется строка D13, дабы перебрать последующие даты. Ставлю знак сравнения «меньше» либо «равно». Опять же, «меньше» либо «равно», потому что включаем крайнее значение. И указываю первую дату окончания, это C14. Дабы Excel проверил последующие даты окончания, надо зафиксировать столбец, так как ячейки C14, C15, C16 и так далее. Значит, делаю доллар C14. Смешанная ссылка с фиксацией столбца. Ну, на этом моя формула заканчивается. Закрываю скобочку. И далее назначаю формат «заливка». Давайте сделаем зеленого цвета. Все. На основе нашей формулы построена диаграмма Ганта. И заливаются те ячейки, даты которых попадают в интервалы. Дата начала и дата окончания, включая крайние значения. Где же формула, которую мы написали? Ну, если зайти в условное форматирование и выбрать управление правилами, то мы увидим формулу, согласно которой форматируется диапазон гичей. Вот какой диапазон также указан здесь в этом диалоге. Формула, по которой построена заливка. Так что вот применение функции «и» в данном случае дает нам быстрое решение очень популярного вида диаграммы. Вот функция «и», а мы еще знаем о функции «или». Если бы мы все-таки «или» написали в этом примере, то какие бы ячейки закрасили нам и цель? Карина, все. Совершенно верно. Правильно. Все бы ячейки были покрашены. Ведь «или» — это будет выполнение хотя бы одного условия из перечисленных. И если взять любую дату из временной шкалы, она окажется либо больше даты начала, либо меньше даты окончания. То есть если я сейчас нажму «изменить правило» и вместо «и» напишу функцию «или», в формуле те же самые остаются условия, то вот смотрите, что будет. То есть сплошное у меня зеленая заливка, покрашены все ячейки. Так что правильно подобрать функцию «или», «функции «или», а есть еще 300 с лишним других функций, это уже половина успеха. Наше решение все-таки «и». Ну что, поговорим дальше о другой функции, также относящейся к логическим. Это функция «если». Самый популярный пример применения функции «если» — это рекламная акция в магазине. У нас написано с первой задачей, если количество товара больше двух, то клиент получает 10% скидку. То есть тот, кто купил 3 вещи, 4, 5 и так далее, получает скидку. Кто купил одну вещь или две, видите, знак строго больше, два не включая, одну вещь или две, тот скидку не получит. Ну давайте считать, что одна строка в таблице — это одна сделка с покупателем. Один клиент купил велосипед, другой купил три ракетки, третий купил 10 футболок себе и так далее. Это все были разные покупатели. Вот надо нам выяснить, какую сумму заплатил клиент за свое приобретение. Вот такая задача решается с помощью функции «если». Собственно, применение этой функции. Применяется функция для решения задач, состоящая из условий, нескольких условий, и где каждое условие может диктовать свой вариант решения. В данном случае у нас, возможно, два варианта решения. Либо клиент оплатил полную стоимость покупки, либо стоимость за вычетом скидки. Третьего варианта у нас пока нет. Вот стою на ячейку D2, и во вкладке «Формулы» в библиотеке «Логические функции» есть функция «если». Как формируется эта функция? Сначала мы должны записать условия, от которых будет зависеть последующее решение нашей задачи. Условия всегда указаны в самой задаче. «Если количество товара больше двух». Вот эти слова надо перевести на язык Excel. Значит, количество товара я вижу в ячейке B2. B2 больше двух. Вот наше условие. Кстати, написал я условие, а Excel мне сразу в ответ говорит «ложь». Что не так-то? Почему, говорит, варете вы? Ну, если посмотреть на ячейку B2, там цифра 2. 2 больше двух? Нет, 2 равно 2, но никак не больше. В данном случае условие невыполнимо, и Excel нам говорит, что ложь. Но эта ложь никак не влияет на заполнение последующих аргументов. Функции. А то часто пользователи, видя ложь, говорят «О, все, не получилось, и просто крестиком окошко закрывают». Говорят, задачка нерешаема. Нет, на самом деле решаема. Второй аргумент – значение «Если истина». Если условие, которое мы написали, все-таки является правдой, то как будет посчитана стоимость? Ну, полная стоимость – это произведение столбцов B и C. B2 умножаю на C2, но дальше с учетом 10% скидки надо сделать расчет. Вот это произведение я еще умножаю на 90%. Вся стоимость покупки – это 100% минус скидка – 10. Итого получается 90. Вот по этой формуле будет вычисляться стоимость, если условие истина, то есть если клиент попал под рекламу на акцию. И третий аргумент – значение «Если ложь». А как будет вычисляться стоимость, если клиент не попал под акцию? Ну, как полная, стопроцентная, а полная стоимость – это произведение ячеек B2 и C2. То есть получается, мы поставили условие, и дальше два варианта решения задачи. Либо считая по одной формуле, либо по другой формуле, исходя из того, условие наше является истинной или ложной. Окей. Ну, вот получение 160. В данном случае, «Если просто перемножил два значения, никакую скидку не назначил». Ну, потому что тот, кто купил два скейта, под акцию не попал. Ну, дальше формулу копирую вниз, и вот стоимости остальных покупателей. Ну, вот здесь вот яблона скидка прошла. Шесть роликов – это больше двух, и скидка присутствует. Но, возможно, что в задаче будет не одно условие, а энное их количество. Может быть, два условия, может быть, три, может быть, двадцать три. И каждое условие диктует свой вариант решения. Скажем, 20 условий, 20 решений. Такие задачки тоже решаются с помощью функции «Если», но уже не одной функции, а нескольких функций, встроенных друг в друга. Можно в одну «Если» вложить вторую «Если». во вторую «Если» в третью, в третью «Четвертую». И, кстати, как долго так можно вкладывать до бесконечности или пока сами не устанем и не заезд на формулу писать? Нет, конечно, ограничения есть. Максимальная глубина вложения равняется 64. То есть в одной формуле можно использовать 64 функции, встроенных друг в друга. Но это именно глубина вложения. То есть если мы на одном уровне пишем функции, то их может оказаться еще больше. Ну вот, следующая задача. Здесь у нас будет, конечно, не 64, если, а чуть поменьше. Сейчас подумаем, сколько. Если количество товара больше двух, то клиенту даем 10% скидку, как было в прошлой задаче. Если количество товара больше пяти, то получается уже такой опт, то клиент получает 15% скидку. Вот, исходя из этого условия, сколько у нас вариантов решений вытекает по расчету стоимости в таблице? У нас два условия, больше двух, больше пяти. А вариантов решений будет. Получается, кто-то заплатит с 10% скидкой, один вариант решения. Кто-то заплатит с 15% скидкой, второй вариант решения. А кто-то заплатит полную стоимость покупки, потому что под акцию не попал. Вот третий вариант решения. То есть, получается, из двух условий вытекает три решения, три варианта решения. Но вот эти три варианта можно обыграть с помощью двух функций если. То есть, там достаточно две если написать, давайте все три варианта просчитать. Получится сейчас формула если с обложением если. Ну что, встаем на ячейку результирующего. и открываю функцию если. В первом аргументе лог-ворожения надо написать условия рекламной акции. Интересно, с какого условия мне начинать? Количество товара больше двух, и как следствие 10% скидка, или с количества товара больше пяти, и как следствие 15% скидка. Ну, здесь есть некий алгоритм действий. Правило звучит так. Если при записи условий мы используем знак больше, то условия задаются от большего к меньшему. А если при записи условий мы используем знак меньше, то условия задаются от меньшего к большему. То есть сейчас, используя знак «больше», я обязан писать с условия «больше пяти», а уже потом «больше двух». Почему именно так? Ну вот представим, что у нас кто-то купил 10 костюмов. 10 больше двух? Да. 10 больше пяти? Да. Так какой же тогда клиент получит скидку? 10 или 15 процентов? По идее он должен получить 15 процентов. Но чтобы именно так все и случилось, мы начинаем с условия «больше пяти». 10 больше пяти? Да, скидка назначается. Если, например, клиент купил, смотрим, три ракетки, три больше пяти? Нет. Excel переходит с проверкой следующего условия. Три больше двух? Да. Если да, то назначает 10 процентную скидку. Ну а тот, кто купил один велосипед, опять пролетает мимо скидки. Один больше пяти? Нет. Один больше двух? Нет. Ну, значит, оплачивает полную стоимость покупки. Поэтому обязаны мы задавать условия, двигаясь от самого большого значения к меньшему. Вот пишу. Скейт. Два скейта, ячейка B17. Больше пяти? Если это условия правда, то клиент получает 15-процентную скидку. В виде формулы это как выразить? Взять количество товара B17 умножить на стоимость одной единицы C17. И дальше умножить на процент, который остается заплатить. Ну, опять же, вся покупка 100 процентов, ему скидка 15. Сколько там остается? Восемьдесят пять, да. А вот, кстати, если так в уме не хочется считать, вдруг у нас скидка не 15 процентов, а, не знаю, там 15 процентов и 345 тысячных. Какой там остаток-то. То можно вступить таким образом. Дальше умножить, а в скобочках написать 100 процентов минус 15 процентов. И пусть Excel сам думает и считает, сколько там в остатке получилось. Можно, кстати, проценты писать, а может, десятичные числа. Можно писать вместо 100 процентов единицу, ну, вместо 15 процентов 15 сот. Ну, Excel и так, и так сообразит, посчитает. Так что вот такой вариант остального. Ну, понятно, что можно было умножить на 85 процентов. А если условие ложь. А вот если ложь, у нас еще есть два варианта решения. Как нам в один аргумент вписать еще две формулы. А для этого надо использовать функцию если. И вот именно в аргумент ложь вставляется следующая функция если. Как сделать вложение. Ну, если обратить внимание, под лентой у нас есть поле имя. Там указан адрес активной ячейки, ну, или сейчас у меня название используемой функции. Если нажать на стрелочку и развернуть это поле, то перед собой мы увидим список из десяти ранее использованных функций. Вот она функция если. В этом перечне присутствует. Если бы не было, можно было зайти в другие функции и там ее отыскать. Вот выбираю если и происходит вложение одной функции в другую. Ну, вот первая реакция, которая обычно возникает, все пропало. Куда все делось? У нас появилось чисто диалоговое окно. Но на самом деле это появилась вторая функция если. А отследить это можно по строке формул. Вот мы видим если, появилось внутри предыдущей если. И снова аргумент лоб выражения. Пишу следующее условие нашей задачи. Если количество товара больше двух. Опять беру количество B17 больше двух. Если это условие истина, то будет десятипроцентная скидка. Значит перемножаю ячейки B17 и C17. И дальше умножаю их на 90%. Или 0,9. Десятичное число напишем. То есть 90% понятно откуда. 100% минус 10. И если условие ложь. Если и это условие не выполняется как и предыдущее. То клиент оплачивает полную стоимость покупки. Вот он третий вариант решения. Не получая никакой скидки. Перемножаю ячейки B17 и C17. И никаких скидок не даю. Ну все. Теперь жмем ОК. Решение есть. Протягиваем форму. Ну даже если сопоставить. Смотрите. Здесь у нас тот, кто купил 6 роликов. Заплатил за них 972. Там не знаю рубля. Или какая валюта. Каких-то условных единиц. А в этой задаче тот же клиент, купивший 6 роликов по той же цене 108. Заплатил уже 918. Ну потому что он попал под более глобальную скидку. Крупный опт свыше 5. То скидка 15%. Ну вот оно. Отличие. Так что если у вас будет больше двух условий, то... Ну даже да. А двух и выше. Больше двух условий. То необходимо применять уже энное количество функций. Если самое главное условие отсортировать. То есть вот, грубо говоря, можно даже где-то в сторонке себе для удобства табличку сделать. Что если больше пяти, то мы даем 15% скидку. Если больше двух количества товара, то 10% скидку. В противном случае, ну во всех остальных случаях, клиент получает нулевую скидку. То есть оплачивает полную стоимость покупки. Так что при записи условий и использовании знака больше, надо идти от большего значения к меньшему. Но ни в коем случае не наоборот. Ну что, это что касалось функции если. В данном примере. Смотрим еще. Следующую задачку. Здесь мы в таблице видим коэффициенты. Как положительные, так и отрицательные. И даже ноль встречается. Вот среди всех этих коэффициентов необходимо найти минимальный положительный. Минимальный положительный. Ну, сразу вспоминается функция минимум. Она здесь, кстати, уже записана. В примере вот ячейки Е8, можно его видеть. Функция мин ищет минимальное значение во всем столбце А. И находит это минус 44. Правильно, это самое наименьшее значение. А нам нужно минимальный положительный коэффициент отыскать. Как же быть? Поможет нам в этом функция если. Вот, я в дополнительном столбце, в ячейке B2, запишу функцию если. И поставлю такое условие. Если коэффициент в таблице, в данном случае ячейка А2, является положительным значением, а положительное это значит больше нуля, то истинно, что делать с этим коэффициентом? Его скопировать. То есть ссылка на ячейку А2, это будет перенос значения из А2 в B2. Если же условие невыполнимо, а невыполнимо оно почему? Потому что коэффициент отрицательный, либо нулевой, то значение из ячейки надо удалить. Как скомандовать удалить? Скажем, удалить написать? Нет, Excel нас не поймет. Есть такой приемчик, две двойные кавычки. Две двойные кавычки, это значит вернуть пустое значение, пустая ячейка. А если условие невыполнимо, то две двойные кавычки. Окей. Ну вот видим, что 14 копируется, потому что это значение больше нуля. Дальше если формулу растянуть вниз, мы увидим, что 20 копируется, 12, 10, а минус 5 нет. Ячейки пусто. Почему? Потому что это число не попало под наши условия, и ячейка осталась пустой. Громко говоря, получается, что функция Excel делает зачистку среди наших данных, убирая все отрицательные и нулевые значения. Вот теперь среди оставшихся положительных я могу задействовать функцию минимум. То есть ячейки могу написать равно, далее название функции мин. И выделить также весь столбец. Ну или ячейки выделить, тут уже не суть важна. Можно весь столбец выделить целиком. И минимальным значением оказывается единица. Вот такое решение. Но в данном случае мне необходимо было задействовать дополнительный столбец. А без него я бы не смог сразу найти минимум, потому что минимальное значение минус 44. То есть обязательно нужен доп-столбец с функцией если. Но как-то это неинтересно. Дополнительные столбцы создавать, некое вычисление реализовать. Это же получается нагрузка на файл. Чем больше у нас формул в файле, тем он тяжелее, чем, соответственно, больше формул, дольше файл открывается. Все формулы пересчитываются при открытии. В общем, одни сплошные минусы какие-то возникают. На самом деле можно решить задачу сразу сходу, не прибегая к дополнительным вычислениям, а написав определенную формулу в ячейке. Вот, может быть, знакомы с такими функциями, как счет если, сумм если, если-разначь если. А, к сожалению, почему-то разработчики не сформировали функции под названием минесли и максесли. То есть нельзя найти минимальное или максимальное по условиям. В нашем случае мы все-таки соединим эти две функции мин и если, но применим к ним еще формулу массива. Формула массива – это особая формула, которая выполняет n-ное число однотипных действий в одной ячейке. О формулах массива можно как раз подробнее узнать у нас на курсе Excel третий уровень, анализы, визуализации данных. В данном случае я как раз покажу один примерчик из этого курса. В моем случае формула массива будет выполнять вот это вычисление внутри самой формулы, внутри ячейки. Мне не понадобится дополнительный столбец, я его даже задействовать не буду. Я в ячейке D2 пишу равно мин, открываю скобку, а дальше вкладываю функцию если и задаю условия, лог выражения. Если коэффициент, а в моем случае коэффициенты, я ссылаюсь на все коэффициенты в таблице, если коэффициент в ячейке больше нуля, тогда точка запятой, что делать с этим коэффициентом? Ничего не делать, оставить его в ячейке без изменений. Опять ссылаюсь на A2, A24, показываю, что никаких манипуляций не совершать. Дальше, точка запятой, а если условия заданные мной ложь, то коэффициенты с таблицы удалить. Но мы знаем, что удалить, это две дворные кавычки, пустая ячейка, пустое значение. И дальше я закрываю ясколочки. Формула написана. Ну, казалось бы, все. Но нет. Если нажать Enter, увы, у нас формула не сработает, будет ответ неправильный, да, минус 44. То есть функция находит самое минимальное значение, как вот и здесь находит также функция min. Казалось бы, зачем я тогда, если написал вообще лишнюю функцию? Я в том, что вот эту формулу надо завершить как формулу массива, дабы дать программе понять, что обрабатывать надо весь массив целиком, все ячейки столбца А, а не каждую ячейку в отдельности. И формула массива завершается тройным сочетанием клавиш. Ctrl, Shift, Enter. Вот нажимаю Ctrl, Shift, Enter. И в ответе единица. То есть Excel понял, что формула массива, значит, обрабатывать нужно все данные вместе целиком. Кстати, визуально можно понять, что перед нами формула массива, появились фигурные скобки, как в начале, так и в конце формулы. Вот это и есть отличительный знак формулы массива. Кстати, бесполезно эти фигурные скобки ставить самим. Они хоть и есть на клавиатуре, но это не поможет. Именно сочетание Ctrl, Shift, Enter – это сигнал о том, что создавать формулу массива, а уже после действия – это фигурные скобки. Ну что, вот она функция min, если... Теперь также по аналогии можно найти максимально отрицательный коэффициент, то есть то значение, которое наиболее приближено к нулю с левой стороны, то есть чуть-чуть меньше, чем нуля. А функция максимум нам вот здесь вот дает ответ – 45. Ну да, самое большое значение – 45 среди всех представленных в таблице. Но нам же нужен максимальный отрицательный коэффициент. Ну, идея та же. Я сразу в ячейке пишу правильную формулу. Равно. Далее функция max. В эту функцию вписываю если и задаю условия. Если коэффициент в таблице, выделяем все коэффициенты. Если коэффициент меньше нуля, отрицательное нужно, да, меньше нуля, то этот коэффициент мы оставляем в ячейке без изменений. Ссылка еще раз на A столбец. Если же условие невыполнимо, то коэффициент из таблицы надо удалить. Две двойные кавычки. Пустое значение. Закрываю две скобки. Нажимаю Ctrl-Shift-Enter. И вот он ответ – минус 4. То есть, опять срабатывает формула массива. И обрабатывает все данные вкупе целиком, а не каждое значение в отдельности. То есть, если бы я формулу завершил бы Enter, то вот была бы даже ошибка значим. То есть Excel не может обработать эту формулу, не понимает, что мы, собственно, хотим получить. Так что вот в таких задачах можно использовать функцию если... Ну, это не все, конечно, задачи, а парочка из множества. Поговорим о других функциях, также логических. Следующий пример. Перед нами два столбца. Необходимо разделить один столбец на другой. Казалось бы, элементарная задача для первого класса, где проходят арифметические действия сложения, вычитания, деления. Как раз это первый-вторый класс. Делаю формулу ячейка А1, деленная на В1. Ну, здесь не 4, а 2,5. Да, и Цельсию считают, все в порядке. Дальше формулу копирую вниз. И не все в порядке. В коем-каке у нас возникает сообщение об ошибке. Del slash 0. Del slash 0. Что означает деление на 0? Со школы мы еще помним, наверное, не с первого класса, а с первого класса, или третьего, или пятого, что на 0 делить нельзя. Но Excel тоже в курсе этого правила. И 12, деленное на 0, будет ошибка. На 0 делить нельзя. Представим, что сделав формулу разделив один столбец на другой, нам теперь необходимо все эти значения просуммировать. Вот если я внизу задействую функцию суммирования и выделю ячейки, которые надо сложить, будет у меня результат. То есть там 2,5 плюс 5 плюс 11 плюс ошибка, что же будет на выходе. Будет опять ошибка. Опять деление на 0. То есть эти ошибки не позволяют нам дальше данные обрабатывать. Ну, это совсем плохо. Чтобы эти ошибки убрать из наших вычислений, есть универсальная функция, относящаяся к категории логически, называется «Если ошибка». То есть если возникает ошибка, любая ошибка в формуле, то она заменяется на то, что укажет пользователь. Ошибки все обрабатывает функция. Есть деление на 0, есть ошибка «Знач», неверное значение формули, когда мы, скажем, число с текстом пытаемся сложить, какие еще бывают ошибки. «НД» — нет данных, в частности функция «ВОПР», не найдя искомое значение, выдает такой результат. Нет данных. Есть еще «Пусто» и много-много других вариантов. Ну вот если ошибка обрабатывает все типы ошибок и вместо ошибки возвращает значение, которое укажет пользователь. Ну вот я пишу значения, которыми надо обработать. Деление ячейки А1 на B1. Если в этом значении возникает ошибка, то на что ее заменять? На что бы мы заменили ошибку? Ну если мы хотим просуммировать, то можно заменить на 0. Если мы не хотим суммировать, а просто на это буквально как-то обозначить, что здесь возникает ошибка, вычисление, можно какую-нибудь фразу написать, например, там на 0 делить нельзя, или просто нельзя. Нельзя и все. Окей. Ну здесь 2,5. Еще протягиваем формулу, смотрим. 5, 11, нельзя, нельзя, нельзя. Ну в этом случае нельзя, потому что здесь у меня сумма. Мы совсем ударим тогда. Вот, заменилась ошибка на нашу фразу, которую мы подставили с помощью функции. Ну, казалось бы, все отлично, замечательно, задачка решена. А вот посмотрите, тут ошибка возникала с того, что делили на 0, здесь делили на 0, а здесь делили на пустую ячейку. Может быть, пользователь просто забыл написать здесь значение, тут 0 были специально подставлены, а вот здесь просто забыл указать. Ну, если я напишу там какое-нибудь число, скажем, 5, то, естественно, сработает 5 на 5 единица. Но как намекнуть нам пользователю, что здесь пустая ячейка, что это твой промах, а не потому что математически на 0 делить нельзя? Надо как-то отдельно нам проверить, а не пустая ли ячейка участвующая в формуле. Если да, пустая, то вывести другое сообщение уже. В этом нам поможет еще второстепенная функция, называется она ЕПУСТА. Вот есть другие функции на вкладке формули. Называются они проверка свойств и значений. Или по-другому они еще называются информационные функции. И среди них есть функция ЕПУСТА. Эта функция проверяет, а не пустая ли ячейка, к которой мы обращаемся. Если она пустая, возвращает истину. Если в ней имеется значение, то, соответственно, ложь. Предлагаю написать такую формулу. Применяю уже знакомую нам функцию ЕСЛИ. ЕСЛИ. Если ячейка пустая, пустая, то что делать? То возвращать в качестве ответа фразу «Ячейки пусто» или «Введите значения». Можно просто «пусто» написать. Мы деление делаем на ячейку столбца B. Если B1 пусто, как мне проверить? Вот пишу «ЕСЛИ ЕПУСТО» B1. То есть, если в ячейке B1 пусто, тогда точка запятой, если это истина, что делать? Возвращать текст. Пустая ячейка. Ну, не просто «пусто». Беру текст в кавычки. Дальше. Точка запятой. А если условие ложь? А если условие ложь, то тогда надо делить один столбец на другой. Но, возможно, при делении у нас будет возникать ошибка деления на 0. Чтобы эту ошибку устранить, применяем функцию «ЕСЛИ ОШИБКА». А если ячейки не пусто, то делай деление. Деление чего? А1 на B1. А если при делении возникает ошибка «ДОСЛИШЬ 0», то заменяю ее на нашу фразу «Нельзя». То есть, нельзя делить на 0. Ну, дальше закрываю две скобочки. Вот что у нас получилось. Здесь ответ 2,5. ИНЫ, в порядке, протягиваю. О, здесь нельзя делить, потому что 0. Здесь нельзя делить, потому что 0. А здесь пусто, потому что ячейка не заполнена. То есть, вот так вот можно с помощью функции «ЕПУСТО» проверить, с пустой ячейкой мы работаем или нет. И, так скажем, отсеять ошибки деления на пусто не включает в обработку функции «ЕСЛИ ОШИБКА». И еще пример. Следующий посвящен будет инструменту проверка данных. Во цели есть возможность проверить вводимые данные на наличие ошибок. И если пользователь попытается ввести в ячейку данные неправильного типа, не в том виде, не в том формате, то программа начнет всячески ругаться и блокировать все попытки неверного ввода. За это как раз отвечает инструмент проверка данных. находится во вкладке «Данные», проверка данных. Ну, давайте представим, что вот в эти желтые ячейки мы можем ввести числовое значение. Но это значение должно обязательно находиться в диапазоне от двух до десяти. Как нам проверить, что вводимое число находится в этом интервале между двойкой и десяткой? Для начала выделю я ячейки, которые надо проверить, и зайду в проверку данных. Посмотрим, какие у нас ограничения существуют. Вот есть вариант «целое число», «число действительное». «Целое» понятно, «действительное» — это «целое» и «десятичное». То есть можно, скажем, там и два, и два с половиной, три с половиной и так далее. Выпадающий список можно создать в перечне допустимых значений, но, как правило, список создается, когда мы вводим текстовые данные. Не числа, там, два, три, четыре, а именно текст. Ну, дата, время, понятно, о чем речь идет. Длина текста — это ограничение количества вводимых знаков. Скажем, нам надо ввести артикул товара. Это пятизначный код. Всегда пять по-другому не бывает. Вот можно поставить ограничение, что пять знаков длина ячейки. В данном случае я выберу условия тоже целое. У нас речь пойдет о каких-то заказах. Кто-то заказал две шоколадки, кто-то три сока. Это будет социальные числа. Значение должно находиться между. И между чем и чем задаю границы. Минимум два, максимум десять. Ну, такие условия у нас по доставке. Меньше двух, там, одну единицу товара заказать нельзя. А двух — длинести. окей. Ну, проверяем, как это работает. Ввожу два. Можно, ввожу пять, можно десять, можно, а с пятнадцатой напишу. А вот нельзя. Введенное значение неверно. Excel начинает пресекать попытки ввода неправильных данных. Если нажать повторить, попробовать еще раз, то нет, все равно будет стоять на своем и запрещать. Окей, нельзя. А если я напишу пять с половиной, тоже нельзя. Мы скажем, только целые числа, никаких дробных быть не может. Ну, отлично, работает. Усложним задачу. В эти ячейки можно ввести число в диапазоне от двух до десяти. Но это обязательно должно быть четное число. Можно заказать два, четыре, шесть, восемь или десять. Только парами. Ну, вот такой курьер. У нас у него две руки. Он говорит, я говорю, один товар доставлять не буду. Только парами, чтобы в левый и в правый нести. Вот такие у него заморочки. А как же нам проверить вводимое число, четное или нечетное? Давайте посмотрим среди других функций. Информационных функций есть функция Е нечет. Эта функция проверяет нечетное или значение в ячейке, да или нет. Есть функция Е четное. Соответственно, четное или нечетное значение. Вот нам нужно будет использовать эту функцию Е четное. Четное, да, значение. Ну, вот если я напишу, например, 4, 4 четное, да, истина. Все, функция, говорит, четверка, истина. А если 5 напишу, ложь. Ну, пятерка нечетная, да. Так, выделяю опять ячейки, захожу в проверку данных, это условие я сбрасываю, нажимаю очистить все, и в типе данных выбираю условие другой. Вариант другой позволяет написать формулу, уже по формуле Excel будет проверять, а можно вводить данные или нельзя. У нас сколько возникает условий? Во-первых, число должно быть больше либо равно 2, меньше либо равно 10, и обязательно четное значение. Три условия, они все должны выполняться. Как проверить выполнение трех обязательных условий? Функция и, знакомая нам функция и, вот ее за нашу, равно и. Первое условие, в ячейке А1 относительная ссылка, чтобы дальше последующие ячейки перебирались, значение должно быть больше либо равно 2. Точка запятой. А в то же время в ячейке А1 значение должно быть меньше либо равно 10. От 2 до 10 должно находиться значение. И в то же время точка запятой в ячейке А1 должна быть четная цифра. Значит, ечетан функция ечетан ячейкой А1. Скажло бы четное значение. Так, закрываю ступочку. Так, окей. Вот форму, которую написал. Значит, больше 2, меньше 10, обязательно четное значение. Давайте проверим. 2 можно написать? Можно. 6 можно? Можно. Опять. нельзя. Хотя от 2 до 10 число находится, но оно нечетное. А нам можно вводить только четные числа. Соответственно, все попытки сразу пресекаются. 10, но 10 можно поработать. Можно еще усложнить задачу. Можно вводить от 2 до 10 четные числа, но сумма этих чисел не может превышать 20. Курьер говорит, я не могу таскать там большие упаковки с продукцией. Максимум 20 единиц могу за раз перенести. Сумма вводимых чисел не должна превышать 20. Как нам проверить? И еще одно условие. Вот я захожу в проверку данных и после функции ечетан ставлю точку запятой записываю функцию сумма всех ячеек ячейки с A1 по A5 здесь у меня будет неотносительная абсолютная ссылка нажимаю F4 чтобы зафиксировать диапазон суммы этих ячеек не должна быть больше 20 значит меньше либо равно 20 и закрываю скобочку закрываю функцию и так вот наша новая формула от 2 до 10 черные числа сумма которых не больше 20 давайте проверять 6 можно 4 можно 10 можно все я сумму перебрал 20 уже теперь ввожу 2 и блокирую потому что сумме 22 одно из обязательных условий у нас не выполняется вот такие вот сложные условия можно ставить с помощью проверки данных используя логические функции ну вот они популярные самые вопросы от пользователей часто возникающие на курсе Excel 2 и Excel 3 если будут еще возникать какие-то дополнительные вопросы по другим функциям то добро пожаловать нам на курсы еще раз примерчики которые я использовал есть личный кабинет туда же я выложу файл с решениями кому нужно вы скачаете посмотрите вот какие вопросы задавайте пишите письма адрес моей почты также представлен личный кабинет ну что всем спасибо за внимание